Проверка пассажиров начинается еще на борту самолета. Сотрудники Роспотребнадзора опрашивают людей на наличие симптомов инфекционного заболевания. Проводится анкетирование. В настоящее время у нас проводится двойной санитарно-карантинный контроль. То есть это двойная термометрия тела. Первым набором поднимается сотрудник Роспотребнадзора. Он проводит термометрию всех пассажиров переносным тепловизором. Чтобы не допустить распространения инфекции, проверяют не только московские рейсы, но и новосибирские, и международные пока приостановлены. В зале ожидания карантин. Вход только для отбывающих и прибывающих. Первым делом всех прилетевших проверяют тепловизором. Он позволяет распознать повышенную температуру тела даже в большом потоке людей. Если человек с повышенной температурой показывает темно-алый цвет, если у человека нормальная температура, то цвет светло-оранжевый. Сейчас среди прибывших? Сейчас среди прибывших пассажиров с повышенной температурой не определилось. Если пассажира с повышенной температурой все-таки обнаружат, его переводят в изолятор до выяснения всех обстоятельств. Если больной выявляется у нас на борту, мы напрямую с летного поля заводим больного без контакта. Здесь он у нас находится до прихода медиков. Врачи осматривают и выставляют диагноз. И на основании этого диагноза мы проводим дальнейшие мероприятия. Если у нас инфекция особо опасная, у нас срабатывает оперативный план на случай выявления особо опасной инфекции. У специалистов Роспотребнадзора в арсенале есть все необходимое для того, чтобы проверить пассажиров, в том числе пробирки для забора анализов, противочумный костюм и не только. Здесь в комплекте защитная одежда для работающего, очки, респираторы. То есть мы выходим с этими двумя чемоданами и полностью анализы у человека больного с подозрением берем. Это натягивается вокруг самолета, если у нас выявлен больной. И круг контактных за эту линию у нас не выходит. Все мероприятия проводятся внутри очага. В самом аэровокзале соблюдаются все меры безопасности. Проводится регулярная санобработка помещения. Что касается наземного транспорта, то компания РЖД организовала по всей стране доступ врачей в поезда, на станции и вокзалы для осмотра пассажиров, а также... В залах ожидания до одного метра увеличено расстояние между сидениями. По громкоговорящей связи организовано информирование пассажиров о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией. Уборка общих и служебных помещений осуществляется по утвержденному графику и с использованием рекомендованных моющих и дезинфицирующих средств. На вокзалах имеется их неснижаемый остаток. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярную дезинфекцию проходит подвижной состав. Усилий профилактику и на автовокзале города. Все маршрутки обрабатываются дезинфицирующими средствами, а водители должны иметь при себе маски и перчатки. То же самое касается и городского транспорта. Мы в ежедневном режиме сотрудники распределяются, ездят по конечным остановочным пунктам, проверяем наличие масок, наличие перчаток, дезинфицирующих растворов и на предмет того, как протираются поручни, сидения, ручки. Люди, водители, которые допускают нарушение данных требований, они не допускаются на линии. Призывают соблюдать меры безопасности и сотрудники ГИБДД. Соблюдайте масочный режим, перчатки одевайте. В карантин дома вообще надо сидеть. Причем решать свидание. Сами сотрудники соблюдают предписание Роспотребнадзора. У каждого инспектора в наличии есть защитная маска, также в наличии есть одноразовые перчатки, которые он меняет по мере необходимости. Также сотрудники у нас ориентированы на то, чтобы проводить профилактические беседы с участниками дорожного движения, о том, чтобы последние оставались дома, на время карантина никуда не выходили без острой необходимости. Отметим, на сегодняшний день власти города убедительно просят соблюдать карантин и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Екатерина Елистратова, Даниил Дурхисанов, Сергей Медведев. Новости дня.